Ура-ла-ла, 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 ура-ла-ла-ла, папарау Директор Дома Дружбы Народов Республики Башкортостан Ильгиз Султан Муратов Доброе утро Доброе утро Ну что, сразу вопрос, какие мероприятия были подготовлены для родного языка? Вот спросили только у ФИ, там на самом деле мероприятия прошли по всей республике Вообще это Международный день родного языка, по всей России прошли Ну, у нас в Башкортостане, обращая внимание, слежу в социальных сетях за своими коллегами Наиболее ярко у нас прошли, мне кажется Вот, например, только по нашей линии, по линии Дома Дружбы Народов, прошло более 40 мероприятий 40 мероприятий? Более 40 Но это приуроченных, получается Да, приуроченных, а то в течение вот этой вот недели буквально Даже, а еще не прошли, можно сказать, потому что последний такой, завершающий, может быть, сегодня будет У нас немцы к нам приходят, пишут на немецкий медицинский диктант Без предупреждения? Тотальный диктант, нет, конечно, предупреждения То есть, вот такие мероприятия есть Разного формата Какие-то мероприятия национально-культурные центры сами инициировали То есть, мы поддержали Они, вот, например, мы хотим написать диктант на своем языке и встретиться Тем более, сами понимаете, сейчас идет такой приятный период снятия постепенного ограничения И люди давно не виделись, получается, почти год Хочется общения Конечно, хочется общения, хочется встретиться Тем более по таким добрым, как говорится, поводам Вот именно родной язык, своя культура, соотечественники И поэтому вот эти недели, вот этого праздника родного языка Я называю его праздником, потому что слово мероприятия мне самому не нравится Она прошла у нас очень так активно Но наиболее крупные мероприятия, вы говорили, вот действительно диктант были У нас в онлайн формате Давайте на диктанте остановимся Да, в онлайн формате, да, у вас Да, диктант, более половины мероприятий прошло в онлайн формате Либо с подключением Вот этот ковид-период нам дал возможность понять, что на самом деле сейчас мы все мероприятия Все равно будем подключение обязательно Там, YouTube, там, или ВКонтакте Обязательно принимает, растет и идет И обязательно подключаем людей Кто физически не смог приехать, но он хочет поучаствовать То есть вот это наше приобретение Слушайте, ну вот по диктанту Он в онлайн режиме, у меня сразу есть вопрос Нет, 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 он более тысячи человек Я вот по... Онлайн? Да Более тысячи человек только участвовал в офлайн Ага Тысячи офлайн? Более тысячи Так По моим подсчетам Потому что на самом деле основным у нас был таким организатором Министерство образования Мы подключались в Министерство культуры, Думы и Дружбы Свои национальные центры подключали Кто диктовал? Диктовали везде разные Потому что на шести языках писался Ух ты Да, на шести языках, которые преподаются у нас в республике На башкирском, на русском, на удмуртском, на чувашском, на морейском, на татарском Есть такая практика, Елена, ты наверняка слышала, что вот на диктанты приглашают различных звезд, представителей именно той или иной языковой культуры Но здесь хорошая дикция С дикцией, хорош концерт Есть кем похвастаться? Кто диктовал вас? Вот, например, наш диктант Межнациональный такой, интернациональный диктант У нас писали люди разных национальностей Мы писали его на русском, на языке межкультурного общения Был отрывок из Аксакова, из его автобиографической повести «Детские годы Багру внук» Диктовал нам Ильис Тагейров, считай, актер молодежного театра Пожалуйста Наслуженный артист Он гуляет премии Шейзады Бабища, молодежи нашей, известный человек Давайте онлайн-диктант Я все-таки задам свой вопрос Если пишется онлайн-диктант Да Как узнать, что человек, который, значит, пишет диктант Не подглядывал, не подсматривал Писал все честно Он же может вот так сесть, да, с листочком Ну а зачем списывать? А тут компьютер, а тут, значит, трансляция И он такой, так-так-так, ну-ка, ну-ка Диктант не контролирующая какая-то Или проверочная акция Это акция, в первую очередь, она добрая акция То есть она на пропаганду Для себя предназначенная, наверное, больше На пропаганду разных языков, да На то, что человек гордится На то, что человек хочет И ему дается такая возможность Совместно со своими соотечественниками Вот в этом единстве Поучаствовать в этой акции Написать несколько Например, многие, на самом деле Вот даже вы, наверное, давно уже не писали диктант Ну, думаю, Руслан вообще давно не писал диктанты Еще со школьных времен Я, например, сам с удовольствием писал Потому что, на самом деле, это дает понять Во-первых, вспомнить школьные годы С другой стороны Вот у нас достаточно сложный текст был, Аксакова Вот вы до этого проводили конкурс как раз Что такое замятня Там и прочее Вот как раз Дает понять, насколько мы Вот русский язык даже вот Хотя я говорю, что мы все на нем общаемся Но насколько мы его достаточно убого используем И насколько вот этот лексический запас У нас у современного человека достаточно узкий Вот Аксакова почитать Там, например, белая река вернулась в Межень В Межень, то есть в свое русло Мы сейчас привыкли с учебника нам географии изучаем Мы русло, 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 русло А есть слово Межень? Межень, например Такие красивые слова, например Или Осокорь, Осокорь Там вот этот вид дерева У многих возник вопрос Что это такое, пришлось объяснять Слушайте, давайте мы какое-нибудь слово сейчас закинем нашим телезрителям Может быть они пока мы общаемся дозвонятся и подарок получат Есть какое-то слово, значение которого не будете объяснять Но назовите в эфир Так, вот из этого диктанта, например Давайте-ка Страбанная дробь Ну не знаю Ну-ка, у того же, например, для меня самого было открытие У самого же Аксакова, например Казарма Казарма Ребята, все, кто нас смотрит Дорогие телезрители Слово Казарма Не Казарма, Казарма Если вы знаете значение этого слова Прямо сейчас есть возможность дозвониться И опять же, что утром в столице Получить замечательный сувенир Ну а вдруг А вдруг есть человек, который знает Так, продолжение Вот смотрите, какая история Значит, раньше Все, как было раньше Человек, например Получал спортивный разряд Например Юношеский, взрослый и так далее Давали значок Значок, значит На пиджачок можно было зацепить Значок и так далее Вот есть какое-то поощрение Конечно Которые написали диктат Сразу же выдавался Сетификат участника Цветной, красивый И сейчас мы, естественно Каждый будет свой сканировать Кто онлайн особенно А те, кто участвовал в офлайн Они оставили свои лиски Там можно было подписываться Можно было не подписываться Можно было анонимно Можно было анонимно Либо какой-то значок поставить Только сам, который человек понимает И это будет все оценено, конечно Но еще раз повторяю Это непроверочная акция Там каких-то баллов и прочее Выставляться не будет Это в первую очередь Вот такой праздник родного языка Однако, когда результат? Сейчас у меня все-таки Вот когда результат? Результат в течение недели Я думаю, недели, 10 дней Успеем обработать Сразу? По своей линии Я же говорю, это Министерство образования Министерство культуры Это такое было Масштабное мероприятие Масштабная акция В течение недели, которая проходила Это такое движение было Как молодежь говорит Движуха Ну, я знаю, что помимо диктанта У вас еще множество различных проектов И акций Буквально недавно у вас была встреча С представителями национальных диаспор Лидерами И активно обсуждался проект Хайзина Расскажите, что за проект С молодыми представителями И диаспор И там были и представители Коренных национальностей Молодежь мы собирали Потому что молодежь, сами понимаете Они учатся Правда, их понадобится постоянно Раз, два, три года Вот это молодежное движение Оно обновляется Объективная причина Люди заканчивают вуз Уезжают и прочее И мы их собрали Потому что действительно До этого не было возможности Собирать почти полгода Чтобы обсудить перспективу У нас в Передоме Дружбы Работает молодежный совет Очень активно Мы сейчас планируем Что может быть их даже Организуем В какой-то В рамках региональной Общественной организации Молодежной ассамблеи народов У нас есть взрослая ассамблея народов А это будет молодежная Чтобы они подавали гранты И вот этот проект Хайзина как раз У нас перекликается С грантом У нас ассамблея народов Республика в этом году Выиграла президентский грант Как раз по этно-туризму Это у нас системой Есть 17 историко-культурных центров Вот сейчас буквально Мы еще два открываем Будет 19 Историко-культурных центров Республики Башкорстан Посвященных народам Есть такое ощущение Что прям отдельно Должен быть эфир Который посвящен Да, конечно Я на самом деле О нашей деятельности Люди не так уж много знают